Всем привет дорогие друзья! В прошлой серии мы грунтовали эту модель СУ-76М, в этой серии мы ее покрасим. Выберем нужный цвет 4БО или ЧБО, как сокращенно я его называю. Также поговорим о разбавлении красок и покраске аэрографа. Если рассматривать уже готовый вариант и не замешивать краску самим, то Томмия предлагает нам несколько вариантов, которые вы сейчас видите на экране, и впоследствии вы убедитесь, что любой из этих цветов подходит под покраску ЧБО, ведь, как любят говорить моделисты, ЧБО расшифровывается как «что в банке осталось». Поэтому я выбираю XF-62, потому что он больше всего мне понравился, и как вы видите по инструкции от мини-арта, каждая модель танка каждого подразделения выглядит совершенно иначе, и поэтому какой-то привязки к цвету здесь нет. Перед началом покрасочных работ нашу краску следует приготовить. Производитель Томмия поставляет краски в неразбавленном состоянии, и они очень густые для аэрографа. Производитель Томмия рекомендует разбавлять свои краски в соотношении 1 к 3, то есть 1 часть краски и 3 части растворителя. Как показывает опыт, можно смело наливать в полную баночку краски растворителя, и даже тогда этого будет недостаточно. Наливать можно как с помощью пипетки, либо более удобный способ – это подставить палочку и позволить растворителю стечь по ней в банку. После чего краску мы хорошо перемешиваем так, чтобы даже самые густые кусочки краски, оставшиеся на дне, полностью растворились. После чего можно добавить еще немного растворителя прямо в бачок аэрографа. И также все это хорошо перемешать. После чего на компрессоре я выставляю среднее значение 1,6 балла. Впоследствии я смогу его подкорректировать. Чтобы убедиться, что краску мы размешали хорошо, можно попробовать нанести ее на те участки, которые будут совершенно не видны, например, днище. И как мы видим, краска размешана довольно хорошо, можно смело красить полностью всю поверхность. Покраску я начинаю совершенно с случайного места, не привязываясь к какому-то конкретно, и не стараюсь сразу полностью покрасить всю поверхность. Для начала я наношу тонкий и легкий слой, после чего двигаюсь к следующему участку, и так полностью пока не покрою всю модель. После чего прохожусь еще и еще парой слоев, и так пока результат не будет мне нравиться. Красить можно не только вертикальными линиями, но также круговыми движениями, ведь самое главное следить здесь за тем, чтобы аэрограф долго не стоял на месте, иначе случится перелив краски. Сложностью в покраске могут оказаться углы, а также интерьер этой рубки, так как краска, падающая на угловатую поверхность, не сразу к ней прикрепляется, она от нее отражается и падает на соседнюю, и как правило уже в засохшем состоянии, из-за чего появляется эффект шагрени. Поэтому красить такие места следует аккуратно и не торопиться все заливать. С покраской ходовой части таких проблем не возникает, катки мы просто поливаем из аэрографа, а также участок брони, который находится за ними, проходимся аккуратными линиями. И здесь нам помогает черный грунт, те места, которые не прокрашены, вы их даже не заметите, они будут слегка затемнены. Вот такая модель у нас получилась по итогу этого видео. Я надеюсь вам очень понравилось, пишите что думаете и оценивайте. А в следующей серии мы займемся высветлениями этой поверхности, и надеюсь тоже будет интересно. Скоро с вами увидимся, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok